Друзья, всем привет! Сегодня лайв мне заблокировал две сим-карты. Пришла смска, ссылаются на пункт 3.2.5. Оператор имеет право приостановить обслуживание абонента в следующих случаях. В случае возникновения у компании оснований полагать, что клиентам совершается правонарушение, причиняющие ущерб компании, третьим лицам или государству с использованием каналов связи и оборудования компании. Я уже не первый год клиент сотового оператора лайв, но вот с таким вот первый раз сталкиваюсь. Может у вас тоже аналогичные смс-ки приходили? Напишите в комментариях. Сейчас хочу позвонить службу поддержки, чтобы объяснили ситуацию, почему меня отключили от двух номеров лайв. Придется мне звонить с другого оператора, потому что все лайвы у меня заблокированы. Добро пожаловать в лайв. Для выбора русского языка нажмите 1. Кабо врать белорусскую мову, натисните 2. Вы дозвонились в справочную службу лайв. Обращаем ваше внимание, что для обеспечения высокого качества обслуживания, ваш разговор с оператором будет записан. Просим вас оценить работу специалиста после завершения индивидуальной консультации. Нам важно знать ваше мнение. Доброе утро, меня зовут Федор Клинский. Чем я могу вам помочь? Молодой человек, здравствуйте. Меня заблокировали 2 сим-карты. На пин-код неправильный заявил? Нет, пункт 325. Смс-ка пришла. Я вас понял. Уточните, пожалуйста. Да, действительно вижу, что здесь предоставлено за обслуживание, что здесь с пунктом договора 325. А что это значит? Данный бонус гласит. Оператор также имеет право... Скажите, пожалуйста, у вас громкая связь? Ну да. Вы не могли бы вы ее отключить? Я отключил громкую связь. Благодарю вас. Пункт договора 325. Платить оператор также имеет право приостановить оператора в следующих случаях. При технических повреждениях оборудования компании, при проводимых компаниях производственных работах, в случае возникновения у компании оснований полагают, что клиентам совершается правонарушение, причиняющее ущерб компании, третьим листам и на государству с использованием канала связи и оборудования компании. При использовании клиентам мобильного телефонного аппарата с незаконно измененным с инвестиционным номером УМЭЙ. При использовании первой сим-карты с измененным программным обеспечением. То есть по любой из этих причин было приустановлено на обслуживание. Я, с твоей стороны, сейчас могу записировать обращение, отправить нашим специалистам, чтобы они рассмотрели вариант снятия данной две остановки, но необходимо, чтобы вы уточнили фамилию, имя, отчество, серию номера паспорта, кем никогда выдаст паспорт или на владельца. Мне смс-ку пришлете или мне перезвонить? Либо смс-сообщением, либо звонком с уведоми. Откуда выточните, пожалуйста, контактный номер, по которому с вами можно связаться? Помимо этого, есть какой-нибудь еще номер? Мне узнать причину, почему мне две сим-карты заблокировали. А вторая какая? Здесь та же самая причина, бонус договора 325. Ну, это понятно. Ну, хорошо, тогда я жду звонка от вас. Потом, наоборот, обращение, как правило, не больше суток рассматриваешься. Но, опять же, я говорю максимальные сроки, то есть всегда рассматриваются максимально в ближайшее время, насколько это возможно. Ну, хорошо, я, короче, жду от вас звонка. Хорошо, пожалуйста. Спасибо вам за обращение. Хорошо, до свидания. До свидания. Вот такие вот, ребятки, дела. Не знаю причину, там какие-то они пункты перечисляют. Ко мне эти пункты вообще никакого отношения не имеют. Эти два номера у меня были, как бы, для клиентов. В один день просто две симки отрубили. В принципе, можно эти номера сохранить. Прийти на тот же Вилком МТС. И этот же номер сохранить. Просто приходите, говорите, что мне нужен вот этот вот номер. И подключаетесь на другую сотовую связь. Мне уже самому интересна причина, почему отключили вот эти вот два номера. На одном номере на счету находится примерно 3 доллара. На втором где-то около 2 долларов. Эти деньги, я так понял, они, в случае чего, они просто сгорают. Пока не буду ничего плохого говорить. Подожду, что они скажут. Потом уже я вам расскажу, чем все это закончилось. Ну что, вопрос закрыт с лайфом. Через 7 часов пришла мне смска. Сейчас я прочитаю эту смску. Уважаемый абонент, по решению вашего обращения, справочную информационную службу, уведомляем, что обслуживание по номеру такому-то, такому-то восстановлено. Ваш лайф. Вопрос, который я хотел узнать, по какой причине мне заблокировали два номера, я так и не дождался. Просто прислали две смски, что номера ваши восстановлены. Чудит потиху лайф. Если еще такое будет повторяться, наверное, буду я переходить на МТС. Почему я вообще держу вот этот лайф? Потому что у меня вилком еще есть номер. Но вилком вот в моем гараже не принимает сигнал. Вообще отрубается полностью. Лайф работает, а вилком вообще не работает. Люди звонят и не могут дозвониться на вилком. А лайф работает без проблем. Даже спускался в подвал, лайф берет в подвале. Поэтому приходится держать лайф. Вот еще хочу подключить МТС, посмотреть как МТС ловит. Лайф мне, конечно, день испортил. Во-первых, я не дождался ответа, почему, по какой причине меня заблокировали. Вот эти два номера. Во-вторых, я потерял на день два номера. В-третьих, я потерял деньги. Это около 8 минут разговора из другой сети. Потому что все лайфы у меня заблокированы были. Скажете, там копейки. Но пускай это будет даже полдоллара. Почему я должен за какие-то чужие косяки платить свои деньги. Это еще хорошо, что я вовремя увидел эту смс-ку, которая пришла с лайфа. Что ваш номер заблокирован. А если представить, что я не увидел эти смс-ки, а сигнал на телефоне показывает, что сим-карта рабочая, просто не идут входящие и исходящие звонки, я мог бы эту смс-ку просто не увидеть. Потому что с лайфа очень много смс-ок приходит. И основные смс-ки это рекламные. Человек мог бы вообще эту смс-ку не прочитать. Я считаю, что такие вещи, когда блокируют номер в сотовом операторе, должны приходить не только смс-сообщения, но должны приходить еще звонки с автоответчика, который предупреждает, что ваш номер заблокирован. Они, естественно, сотовые операторы этого не делают. Они захотели заблокировать, взяли и заблокировали. Захотели разблокировать, взяли и разблокировали. Так что, друзья, посмотрите свои номера. Может и у вас там заблокировано, может к вам там приходила смс-ка, а вы даже ее не прочитали. Я так и не выяснил причину, почему меня заблокировали эти два номера. Я сидел, думал, по какой причине меня вообще могли заблокировать два номера. Единственное, что я придумал, это, возможно, они меня заблокировали, потому что я не пользуюсь ихними приложениями, которые они высылают на телефон. То бишь, когда в телефон вставляется сим-карта, сразу же приходит около пяти смс-ок. В смс-ках пишется, что нужно установить настройки, там приложения разные. Если ты подтверждаешь, то тебе разные там приложения устанавливаются, такие как там гороскопы, спорт, новости, знакомства и так далее. Причем они забиваются в твою записную книжку. Зачем мне вот это все нужно? Я сразу же отказываюсь от этих настроек. Я эти смс-ки сразу же удаляю и пользуюсь номером без этих всех дополнений. Может быть по этой причине, но хотя с другой стороны, я уже пользуюсь лайфом пять лет и всегда я отказывался от этих настроек в телефоне. И почему только сейчас вот они заблокировали номер? Ну да ладно, будем надеяться, что больше такого не повторится. В принципе, всех благодарю, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok